Я Марина Куликова из Калининграда. В 16 лет я получила травму позвоночника и передвигаюсь в инвалидной коляске. Это не мешает мне жить полноценной, яркой и насыщенной жизнью. Своим проектом «Вторая жизнь. Перезагрузка» я хочу помочь людям, которые попали в такую же жизненную ситуацию, как и я. Необходимо адаптироваться к новой жизни, найти цель, укрепить уверенность в себе. Часто родные и близкие в этот момент сами оказываются растерянными и не знают, как помочь справиться с бедой. На помощь приходят примеры и поддержка тех, кто сумел начать свою вторую жизнь, перезагрузил свое восприятие мира, ушел от обиды на судьбу, к приятию новых обстоятельств и научился жить полной жизнью. Мне было 16 лет, это был 82-й год, рамокозвоночника. Вначале было, конечно, очень сложно, было какое-то непонимание, ну что, у меня было 16 лет, было непонимание, почему, почему именно я. Главное принять и продолжать жить дальше. Жизнь абсолютно поменялась, я все посвятила Лешке, всю свою жизнь. Сейчас уже все условия есть, если там девушка на коляске, она захотела иметь ребенка, это без проблем. В то время, 20 лет назад, это была отдельная история, это было очень сложно, мне приходилось бороться с моего ребенка. Ну, наоборот, все бесполезно, если я что-то захотела, то... Да, мне приходилось как-то работать. Я научилась рисовать, расписывала деревянные изделия и работала в Аверсе, и вот сдавала свои изделия на реализацию. Меня пригласили на международный фестиваль в Белоруссию. И там первый раз я видела людей, которые танцуют на коляске. Это очень впечатлило, и мне тоже захотелось попробовать. В 2015 году в июне мы начали заниматься с нуля, а уже в сентябре поехали на международный турнир Кубок континентов, где присутствовало 18 стран мира. Еще через три месяца чемпионат России, и мы уже в финале на шестом месте. Мечта о танцах длиною в 10 лет, и все исполнилось. Но их еще много разных мечт. Мне еще нужно много времени, чтобы все успеть, много планов. Надо сказать, что у меня была еще одна детская мечта. Погрузиться под воду с акваланда, и оказаться в подводном мире, который я видела когда-то по телевизору. В 2014 году в Турции я впервые опустилась под воду и сразу влюбилась в тайвинг. Повторить это восхитительное путешествие удалось спустя два года, в феврале 2016. В Таиланде я совершила еще три погружения с инструктором и сняла свое первое подводное видео. Я была на седьмом небе от счастья. Все, казалось, цель достигнута. Но любительское видео моего погружения попалось на глаза Дмитрию Князику, организатору проекта Open Water Challenge. История получила свое продолжение. Цель Open Water Challenge – бесплатное обучение дайвингу людей с параплегией. Я буду не подводным пассажиром, которого катает инструктор, а стану пловцом, который сам покоряет морскую пучину. Изюминка проекта в том, что мне предстоит освоить программу для людей без физических ограничений и после обучения сдать экзамен и практические тесты наравне с остальными студентами. Дмитрий верит в меня и считает, что у меня все получится. Я решила воспользоваться этой уникальной возможностью для съемки видеофильма о том, как женщина на инвалидной коляске стала сертифицированным дайвером, потому что мечтала о море. Очень хочу, чтобы люди, вынужденные пользоваться коляской, но не потерявшие надежду, увидели в этом свой путь к мечте. Я решила обратиться к вам с просьбой помочь мне со взносом 100-200 рублей, сколько сможете. С вашей помощью я сумею создать прецедент, когда женщина-инвалид на глазах всего интернета обучается тому, что для большинства колясочников даже непостижимо. Мы снимем об этом видеофильм. Это будет рука помощи моим товарищам по судьбе. Поддержите мой проект. Сделайте свой взнос на сайте планета.ру. Это не сложнее, чем пополнить счет мобильного телефона. Спасибо вам, друзья. Пишите, задавайте вопросы мне на мой аккаунт на планета.ру. Если ты не любишь свою жизнь, если ты прозябаешь дома, сидишь на диване, пьешь пиво, смотришь телевизор, тебе больше ничего не нужно, твоя жизнь так и пройдет. Она предлагает гораздо больше. Просто людям, наверное, не нужно это, а мне нужно. Поэтому мне интересно.